Всем привет! Друзья, продолжаем продолжать наши путешествия по Абхазии. В сегодняшнем обзоре покажем вам исключительно старую и новую Гагру, место, где можно заселиться, пляж и многое-многое интересное. Все по порядку. Ставьте лайки, отдыхайте, подписывайтесь на канал. Начинаем! Друзья, продолжается наше большое путешествие по Абхазии. Как я сказал в концовке прошлого видео, мы доехали до новой Гагры. Отсюда и начнем следующий обзор, следующую прогулку. Так мы изрядно проголодались. Кто не смотрел прошлое видео, обязательно посмотрите. Посетили целый ряд, я не знаю, штук 8, наверное, различных пляжей. И доехали до этого курорта. Расценки в столовой, кому это интересно. Заходили сюда в прошлый раз, в принципе, нам понравилось. Не помню, правда, по ценам, что сколько стоило. И насколько все изменилось. Вообще так ценник, по-моему, старо выглядит. Наверное, цены старые. Также я подмечу, цивильно выглядит заведение. Прохладно. Ну и так хочется подметить. Вот супы, борщ, сотка. Борщ с курицей, сотка. Солянка 150. Окрошка, сотка. Это приятная цена. Цены на салаты. Гарниры. Я не знаю, совпадает это меню с тем, что на улице или нет. Но, я думаю, здесь в любом случае более актуально. Ну и, конечно, расценки на наш персональный обед. Наше персональное меню. Серега взял дыня. Почему-то с нее начал есть. Кстати, 150 рублей отдельно она стоит. Одна отбивная. Вторая. Тут шницель называется. Третья с макаронами. Макароны по-флотски. Два чая. Окрошка. И суп лапша. Все это вышло. Это тысяча десять рублей. Приятного аппетита. Классический отзыв авторитетных экспертов. Эксперт самый младший. Ваш отзыв. Ну, мне понравилось. Вкусно. Сколько пало? Пять. Андрей? Да все пять. Только за дыню пять с минусом. Потому что она не сладкая. Не понравилось, да? Ну, не особо понравилось. Так, Серега сказал, дыня вкусная. Взяли еще одну дыню. Мне понравились макароны пять. Взял еще порцию. Очень понравились. Отбивная понравилась. Окрошка. Ну, окрошечку на четверку, наверное. Не самая вкусная, которую я ел. Плавно выходим. И, я думаю, самое время заселиться. Где мы будем ночевать в кадрах? Да, если интересует адрес столовой. Называется она, во-первых, Кебаб Хаус. Большой плюс. Она работает круглосуточно. И адрес какой вы даете? Там южная. И южная улица 41. Южная улица 41. Напротив отеля Сокол. Переехали. Сейчас покажу вам несколько вариантов жилья. Так, я поговорил с хозяином. Разрешил походить, поснимать. Показал мне, какие номера на сегодня свободны. Итак, адрес. Бестужев, Марлинский. Так, если смотреть со стороны русского человека, довольно необычно выглядит. На самом деле, здесь написано по-абхазски. А здесь улица Бестужево-Марлинского. 6. Заходим. Сразу на входе мангал. Пожарить шашлычок. Место, где можно посидеть, покушать шашлычок, попить чай, кофе. А может, что-то и покрепче. Это уже по желанию. Дальше, такой небольшой детский домик. Детям поиграть. И далее, столовая. Общая кухня-столовая. Сразу прайс. Кому это интересно. Здесь можно заказать завтраки, обеды. Ужин тоже можно заказать. Это все обговаривается. Здесь микроволновка, печка, еду приготовить. Еду подогреть. Посуда. Имеется посуду помыть. Холодильник. Телевизор. Начнем по порядку с 4-х местного номера. Двухспальная кровать, две односпальные кровати. Сплит, шкаф, телевизор. Так, более подробно, детально не буду описывать. Санузел в номере. Прям соседняя отдельная комната санузел. Получается заход через коридор. Душевая зона, побриться, помыться, искупаться. Буду сразу озвучивать цены на каждый показанный номер. Цена этого номера на сегодня 4 тысячи рублей. Поднялись на второй этаж. Здесь, конечно, вид. Вид с балкона. Я его сейчас покажу. Это двухместный номер. Также сплит, телевизор, шкаф, санузел. Вид до моря. По факту его видно. Шикарнейший вид еще раз. Еще один трехместный номер. Одна двухспальная кровать. Одна односпальная кровать. Прикроватные тумбочки. Шкаф, сплит. И здесь также, в принципе, по-моему, здесь везде санузел находится в номере. Здесь помыться, побриться. Душевая зона. Унитаз. Цена этого номера 3,5 тысячи рублей. И теперь самое интересное. Мы покажем наш номер, в котором остановились мы. Шикарнейший номер. Трехместный. Двуспальная кровать. Односпальная кровать. Сплит. Прикроватное освещение. Шкаф. Санузел. И, конечно, балкон. О-ля-ля. Я думаю, этот вид можно не комментировать. Также здесь посидеть. Столик, стулья. Сушилка. И еще раз этот вид. Птички поют. Ну, конечно, цена нашего номера. Нам он обошелся также 3,5 тысячи рублей. Контактные данные гостевого дома я оставлю в описании под этим видео. И вообще, в целом, об этой экскурсии заказали в телеграм-канале TrueSouth. Это было сделать удобно. Делаем уже третий раз. Попозже поговорим об этом чуть поподробнее. Единственное, добавлю, что нам, как постоянным клиентам, помогли с заселением. То есть, в принципе, они этим не занимаются. Но именно этот гостевой дом нам как раз помогли ребята с этого телеграм-канала. Все, заселяемся, посовещались. Советстай решил, что Андрюха хочет остаться. Будет монтировать видосы, чтобы вы смотрели все обзоры вовремя. Ну, а с Серегой мы поедем попутешествуем. Сначала Юра отвезет нас в Старую Гагру. Ну, а потом, конечно, посетим новую. Двигаемся в Старую Гагру. Остатки детства детей Советского Союза. Можно было побегать, порезвиться, попрыгать, поскакать. Опа! Решили прогуляться по главному пирсу Старой Гагры. Отсюда так отчетливо видно замок принца Альденбургского. Здесь какая-то новостройка будет. Ну, скорее всего, конечно, гостиница на берегу моря. Поживем, увидим. Думаю, не последний раз в Старой Гагре. Вода. Ну, сегодня радует. Что-то девчонки одна не хочет купаться, а другая хочет, чтобы она купалась. По поводу воды. Ну, не могу сказать, что кристально чисто. Кому интересно в приоритете море Абхазии, посмотрите наш предыдущий ролик. В общем, посвящен был именно пляжам Абхазии. Посетили там пляжей 8, наверное, и каждый из них интересен по-своему. Где-то это ближайший пляж к границе с Россией, где-то единственный песчаный пляж, где-то пляж с самой чистой водой, где-то самый малолюдный пляж. В общем, так отметили. Поэтому выбирайте по своему вкусу, по своим предпочтениям. Давайте прогуляемся по набережной. Вообще информация для тех, кто только к нам присоединился, кто не смотрел предыдущий ролик. Так сразу подмечу, что данное путешествие на несколько дней мы заказали на телеграм-канале Трусау. Ссылка на него в описании под каждым видео обзоров Абхазии. Подписывайтесь, задавайте вопросы. Я думаю, вам с удовольствием все ответят, все расскажут. Единственное, ну, такое личное замечание, что лучше бронировать экскурсии заранее, потому что действительно тема пользуется популярностью. Ну, если это будет прям в преддверии вашей поездки, то может просто банально не быть свободных мест. Вот это аппаратище, а! Интересно, да, катают на нем? Это катают на нем, да? А что за привод у него? Педальный, лошадный, ДВС. Довольно интересно прогуляться по этой набережной. Да, здесь нет никаких шумных кафе, по крайней мере. Я пока что не встретил. Здесь нет никаких развлечений. Просто прогуляться в естественной тени, причем под такими экзотическими деревьями, которые не на каждом курорте Краснодарского края, к примеру, встретишь. Пальмы полноценные, пицунские сосны. Серега, давай испьем ключевой водицы абсолютно бесплатно. Здесь не любить. Оставь мне. Друзья, из запретов Абхазии запрещено находиться в купальных костюмах вне пляжа. Штраф 6 тысяч рублей. Такие нововведения были, если я не ошибаюсь, в августе прошлого года. Так что, не забывайте про это. Перешли на параллельную часть набережной, параллельная дорожка. И здесь, естественно, тени еще больше. То есть, ну, эту часть, я подмечу вообще, перешли на параллельную набережную, параллельную часть набережной. Вот как раз таки идем, та часть справа, где мы только что были. Здесь тени еще больше. И вообще территорию старой Гагры я подмечу как более зеленую, чем территорию новой Гагры. Конечно, по новой Гагре мы тоже сегодня успеем прогуляться. Интересные качельки. Здесь лавочки посидеть, покайфовать в тени. Ну, я смотрю, качели тоже пользуются популярностью. И это, по-моему, из новинок. Не помню, чтобы мы гуляли в прошлом году и были качели. Думал, что за интересная конструкция. Такой закуток. Скамья для кормления и ухода за ребенком. Очень даже интересно придумали, потому что ничего подобного на курортах вообще, да, России я не встречал. Сколько здесь полноценных пальм. Считать, не пересчитать. Да, я прямо не устану повторять. Зелени здесь больше, чем предостаточно. Небольшой пруд. Даже не знаю, можно ли здесь ловить рыбу. Но рыбку видно. Прослеживается там. По дну проплывает. Если те качели на набережной, которые я показывал, не припомню, чтобы были год назад. А вот эту качельку точно помню. Серега катался здесь, не мог забрать. Еще один пруд. И такой интересный фонтан. Бьет высоко в воздух. И символизирует мужчину, который стреляет из лука. Интересный факт. Написано, я люблю Гагру. И когда я в прошлом обзоре также написал Гагра, то меня пытались исправить. В общем, дам небольшое пояснение. Дело в том, что именно по-абхазски город Гагра. А по-грузински будет Гагры. Но поскольку абхазы категорически не признают Грузию, то исправили все на свой лад. То есть, я люблю Гагру. Так, например, город Гагра, старая Гагра, новая Гагра. Соответственно, старая и новая Гагры. То же самое город Сухуми. Это по-грузински. Если говорить по-абхазски, то город Сухум, столица Абхазии. Здесь предлагают пофотографироваться с орлами, со всякими сусликами, совами и прочими птицами. Ну, все начинается очень просто. Не хотите ли погладить? И все это так больше рассчитано на детей. Да погладь, какое милое там животное. Неважно. Ну, соответственно, ребенок гладит. А возьми его на ручки. Ну, берет на ручки и все. Мама или папа, смотри, какие крутые фотографии можно сделать. Ну, и вроде бы как бы уже неудобно отказать. Сфотографировали, а там встает вопрос цены. И, как правило, цена за каждую фотографию потом выливается очень вкруглую сумму. Например, если одна фотография 300 рублей, а там еще и второго орла подсадят. И это уже будет одна фотка 600 рублей. Так что уточняйте заранее конечную стоимость фотографий. Самый большой кувшин с свинищем, который я только видел. Ну, я так понимаю, какой-то магазинчик здесь, да? Магазин какой-то, да, наверное, был? Не знаешь? Ну, у тебя там похоже, как дверь. Дверь есть, окно есть. Судя по кувшину, и выставьте вина какого-нибудь. Территория у этого пруда так огорожена бамбуком. Ну, выглядит для меня, например, если я из Новороссийска, то очень даже интересно. Мы вышли еще раз на набережную. Давайте посмотрим, какое море здесь. Да, друзья, пока идем еще. Важная информация для тех, кто планирует приехать отдыхать в Абхазии с детьми. Важные изменения вступили не так давно. То есть в прошлом году спокойно пересекали границу. В этом нужно, чтобы обязательно на свидетельстве о рождении ребенка стоял красный штамп. Вот такая наболевшая тема. То есть там, говорят, люди месяцами ждут, чтобы его проставить. Тем, у кого не проставлено. Ну, у нас все стояло, все хорошо. Ну, за этим, в общем, следят. Если не будет штампа, вас не пустят. И также хочется отметить в целом. Границу пересекли мы быстро. Примерно минут за 20-30. Ну, это было в 6 утра. И еще такое важное. Такое по мобильной связи. Думаю, тоже будете задавать вопросы. Сразу подмечу. Действует роуминг. Стоит 400 рублей, как мне объяснили. Если со своим оператором. 400 рублей в сутки. Если подключать, 1100 рублей. Минимальный тариф. В общем, мы подключили полный безлимит 1550. Ну, получается, это по факту на месяц. Что-то как-то не очень радует море Гагар. Старых Гагар. Очень даже мутная вода. А если посмотреть влево, то там водичка гораздо чище выглядит. Поэтому давайте, наверное, или прогуляемся, или все-таки даже переедем в сторону новых Гагар. Новой Гагры. Вон, это примерно до километров. 5, наверное, точно по побережью. Лучше, конечно, переехать. Видно кольцо обозрения отчетливо. Давайте туда передвинемся. Так, из услуг. Сейчас уточним, сколько стоят традиционные услуги. Шезлонги с зонтиком. По поводу шезлонгов. 500 рублей час. Два шезлонга и зонтик. Это очень даже приятная цена. И собор 700 рублей час. Ну, тут, наверное, цена, как на курортах Краснодарского края. Вот теперь понятно, почему такая грязная вода. Бульдозер что-то там разравнивает. Конечно, при таких работах чистую воду не стоит ожидать. Но мы переедем. Найдем самое чистое море в Гаграх. Вход в зоо-уголок. Кого можно там увидеть? Декоративные куры, морские свинки, голуби, еноты, кролики, фазаны, павлины, обезьяны, зайцы, козочки зайцы. Стоит вход 150 рублей. Поехал аппарат кататься, уточнил. Ну, минут 10 по парку катают. Ну, не знаю, сколько там вместимость. Я думаю, четверых точно можно посадить. 500 рублей стоит. По поводу туалета. 20 рублей туалет. Приятная цена. Так, у нас в Геленджике 50. На курортах Туапсинского района 50. 60 самый дорогой. Где 60? Самый дорогой мы в столовой видели в этом, в Агое, 150 рублей. Что хочется сказать о особенностях дорожного движения в Абхазии. Здесь очень мало пешеходных переходов. И в целом я не увидел, по-моему, ни одного регулируемого пешеходного перехода. Более того, если вы будете переходить и увидите пешеходный переход, это не значит 100%, что вас остановятся и пропустят. Поэтому что-то посигналил, уехал. Думал, я машину торможу, что ли? Нет, не торможу. У нас своя машина с экскурсоводом. Сбил меня с мысли. Так вот, если переходите, то все-таки убеждайтесь, что вас точно пропускают. И, как правило, местные водители подают сигнал, включают аварийку. Причем это не важно, на пешеходном переходе или нет. То есть он включил, значит, что он вас пропускает. Двигаемся в новую Гагру. Вот что значит рано встали, переезжали. Буквально 5 минут Серега вырубился, как убитый. Просыпайся. Говорит, где мы? Где-где? В Америке, сын. Welcome to New York. Хочется сразу подметить глобальную реконструкцию набережной Новой Гагры. Укладывают новую плитку. Здесь какое-то капитальное строение тоже все-таки. Думаю, что это будет гостиница. Пляжи. Давайте спустимся здесь на пляж. Пока что временная лестница. Вообще, мне сказали, после шторма века, в конце ноября 2023 года, Гагра пострадала больше всего из всех курортов Абхазии. Набережную просто смыло. Ну, вот так восстанавливают. Из удобств и развлечений на этом пляже Сабборд. 500 рублей час. Шезлонги. Если один под зонтиком, 400 рублей. Если пара, 600 рублей. Сейчас пройдем поближе. Наглядно. Прозрачности, чистота воды теперь здесь. Ну, куда поприятнее, да, чем там, где бульдозер работал. Давай немного влево прогуляемся. Гидроцикл стоит 2 500. Так, ребята, рассекают там по беспределу просто. 2 500, 10 минут, 2 тысячи за 2 места таблетка И 700 рублей из человека за банан. Причем я спросил, он такой одинарный, Сколько ждать людей, вообще кто-то есть из-за приставшихся. Нет, ну, говорит, вас сколько, двое, можем и двоих покатать. Нет, ну, конечно, они просто беспредельщики, эти гидроциклисты. Катаются на полную мощь. А так здесь плавно готовятся к вечерней жизни. Какое-то кафе, относительно громко играет музыка. Так мы пошли почти, ну, часть набережной. Дошли практически до колеса обозрения, до парка аттракционов. Там мы прогуляемся, тоже по-любому покажем цены на развлекухи. Я подмечу, тем временем вода становилась все чище и чище. Чем левее, чем ближе к Питсунде, видимо, тем вода будет чище в море. Шли-шли по первой линии. И я думаю, вот здесь можно выбрать очень даже подходящее место. То есть такая полоса натоптана уже более крупных камней. Самая первая береговая линия, мелкая галька. Будет удобный заход в море. И вот здесь, я думаю, нам сами абхазы велели бросить якорь, расположить наше полотенце. Серега, я говорю, полотенце расположить, а не попой сесть на камни. Доставай. Поговорим о погоде. Согласно Гидромет Ютуб Папас Юга Центра, воздух на 3 июля 2024 года. 28 градусов тепла, 27,7, если уже быть точным. Замеряем воду. В прошлом обзоре замеряли температуру практически на всех пляжах. Еще раз повторюсь, их, по-моему, там было 7 или 8 на нашем пути. Примерно средняя температура была 26 градусов. Так за целый день, ну, может быть, прогрелась на 2 десятые. Кладем термометр, идем купаться. Серега, как вода? Тепленькая такая. А? Тепленькая. Я буду считать ветры, сколько я... Давай, сколько метров ты скроешь свой рост. Ну, первое, мои впечатления, заход удобный, мелкая галька. От глубины примерно пол пояса. Начинаются камушки покрупнее, причем их отчетливо видно сквозь дно. А вот от глубины по пояс мы и занырнем, посмотрим, какое дно из глубины, какая вода. Раз, два, три, бонзай. Субтитры добавил DimaTorzok Конечно, ставим традиционный отзыв. Вода в целом понравилась. Думаю, поставлю 4 с жирным плюсом. Берег, берег тоже ничего. Можно так выбрать место, удобно расположиться. Поставлю 4 балла. Если бы вот вся такая галька, то можно было бы и 5 поставить. А так перемешку. Ну, это крупными камнями тоже не могу назвать. Дно в целом тоже понравилось. Оценю на четверку. Свой раскрыл метров 10. Все бы хорошо, отличный пляж. Но есть один нюанс. Я купался в шортах и я забыл вытащить свой телефон из кармана. Подзапотела камера. Ну, вообще, по характеристикам, до метра глубину можно его было уронить и поднять. А я купался и метров до 4 нырял. Короче, он перестал включаться теперь. Не знаю, что делать. Но были бы в родных краях, было бы проще. Серега, что ты скажешь о пляже? Ну, мне все понравилось. Берег мне понравился. Тем более, опять дно тоже 5. А водичка 4 с плюсом. Да, немного мутновато, да, все-таки? Ну, ладно, будем собираться. Пойдем погуляем по набережной. Хотел запустить прямой эфир. Видимо, не судьба. Выходим обратно на набережную. Как и обещал, давайте прогуляемся немного по парку аттракционов. Посмотрим, какие развлечения есть в Гагре. Кафе Анасып. Встретилась нам на пути. Ну, завтраки не особо интересуют. Безалкогольные коктейли. Пиво спрашивали. 150-150, разливное 200. Кофе, чай. Вот вторые блюда. Вот это уже поинтереснее. Солянка по-кавказски 300 грамм 420 рублей. Салаты. Цезарь с улицей 450. Семга 480. С кредками 480. Так идет благоустройство набережной. Колонны. Наверняка в дальнейшем будут какие-то перегородки. Не знаю, была ли здесь эта жемчужина раньше. Наверное, это с ривьера. Наверное, была все-таки. С ривьера, да, с Сочи притащили. Ну, так тоже интересно выглядит конструкция. Ну, самое интересное, это, конечно, колесо обозрения. Цена. Один круг 400 рублей, детский 300. Два круга 600 рублей и детский 400. Выстроилась целая очередь. Я думал, здесь прям большой парк аттракционов. Нет, еще один детский паровозик по кругу катает. Боксерская груша побить, но это уже прям на набережной. Цепочки детские покататься. Давайте с другой стороны обойдем, покажу. Кстати, есть такие тонированные кабинки. Есть прозрачные на колесе обозрения. Фото зона пофотографироваться. Гагра 2024. Здесь, видимо, только собирают карусели, лодочки. В общем, рано мы приехали. Пока что только все готовится. Я не имею в виду рано вечером, а в целом, я думаю, через недельку все соберут. Сделали такой круг почета. Вышли с набережной. Ну и думаю, так плавно пойдем в сторону гостевого дома, где мы остановились. Та же столовая, где мы сегодня обедали, кебаб-хаус. В общем, в целом, я не могу сказать, что я суперспец по ориентированию. Ну, по-моему, заблудиться в Гагре просто невозможно. С любой горки видно море. И, соответственно, с моря видно гору. Все понятно, в какую сторону нужно двигаться. Доброе утро, страна. Мой телефон так и не заработал, к сожалению. Ну, начнем с более прекрасного, чем с телефона. Наш завтрак. Блинчики. Спасибо. Варенье, да, это... В общем, одна порция, как я показал ранее, 100 рублей. Каша овсяная, 80 рублей. И чай, кофе. Я взял кофе, пацаны, по чаю. Приятного аппетита. Ну и, конечно, мнение экспертов, Андрюха. Мне все понравилось, это все 5. Мне тоже понравилось. В блинчике 5. Заметно он весь в джеме. Ну, действительно, да, приготовлено все по-домашнему, все вкусно. Друзья, на этом месте, я думаю, мы... Нет, мы перейдем в наш номер попрощаться. Сейчас в ожидании Юры. Должен подъехать минут через 10. На 9 часов договаривались. Сегодня второй день наших путешествий по Абхазии. Я думаю, он будет не менее интересным и не менее насыщенным, чем первый день. Но это будет совсем другая история, совсем другое видео. А понравилась прогулка по Гаграм? Поддержите лайком, если до сих пор этого не сделали. Остались вопросы, задавайте в комментариях. Обязательно постараюсь ответить. Подписывайтесь на канал. Колокольки, колокольчик. До новых встреч. Увидимся. Пока-пока. Господа, по-моему, это лайк, господа. Лайк, лайк, лайк. Лайк, 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 лайк. Лайк, репост, господа. Лайк, браво. Лайк, репост.